Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами приготовим пиде. Пиде готовят на рамазан, он особый для этого праздника и все хотят его попробовать. Вот смотрите, какой он у нас пушистый, мягкий, ароматный, запах прямо манит, так и манит. Дети не могут удержаться и говорят, может быть, ты нам уже дашь покушать? Да пожалуйста, сейчас допекутся остальные. А мы с вами сейчас будем продолжать. Смотрите, нам понадобится килограмм муки. На килограмм муки 2 яйца, белки пойдут в тесто, желтки сверху на смазку. Вода теплая, молоко, йогурт, растительное масло, соль, сахар, дрожжи и кюнджу темный или светлый. Ну что, я уже приготовила дежу, выливаю туда теплые воды, это полстакана, стакан молока и засыпаю дрожжи. Хочу проверить, они живые или нет. Засыпаю сахар, подожду 5 минут. Хорошенечко перемешала и уже чувствуется, что вот появляется пенка, видите, она какая и я буду добавлять остальные ингредиенты. Это, конечно же, кефир или йогурт. Соль можете развести в йогурте или в кефире или же добавить муку. Масло растительное полстакана. Теперь добавляем яйца, я повторюсь, белки в тесто, а желтки для того, чтобы сверху хорошенечко смазать желтками. Пиде на рамазан обильно смазано желтком и растительным маслом. Я два желтка считаю, что достаточно, а третий я положила в тесто. Все. Теперь хорошенечко надо будет перемешать, но я добавлю сразу муку. Вот смотрите, у меня тут килограмм, как я сказала вам, это равно семи стаканам, но не тем, которые вот обычно чайные стаканы, а они такие. Короче, 120 грамм вмещается в эти стаканы, не буду вас путать. От килограмма полстакана муки обычно остается. Ну, я оставила больше, я оставила полтора стакана. Мне почему-то показалось, что этого будет достаточно. Так и оказалось. Полстакана я еще добавила, а стакан у меня все равно остался. Руки смажем маслом, достану отсюда тесто и выложу его в посуду, которую тоже смажу маслом. Накрою и уберу на час, чтобы наше тесто подходило. Уже эту часть я не хочу вам показывать, чтобы не отнимать у вас времени. После того, как достаем тесто, оно поднялось в 3-3,5 раза, берем и сминаем тесто. После того, как сминаем, разделила я на 4 части. У меня было 4 хлеба. И делаю из них вот такие шарики-колобки. Переворачиваю швом вниз и сверху буду их выравнивать, приводить в круг. Не обязательно в круг, можно удлиненное делать. Но обычно пиде бывает круглое. Простое пиде. Есть пиде с сыром, есть пиде с мясом. А вот это простое пиде, которое именно его делают на Рамазан и побольше желтка мажут сверху. Теперь пальцами придаем вот такой рисунок, чтобы, когда оно поднималось, там будут такие, как подушечка. Все. Убираем на 20 минут на расстойку. Через 20 минут у меня получилась подушка. И исчезли все те узоры, которые я наносила. Узоры стала наносить, теперь уже макая пальцы в желток. Вот такие узоры. Видите, они как подушечки такие. И теперь кисточкой надо будет смазать это все сверху еще. Включаем духовку. 200-220 градусов заранее подогреваем и отправляем в духовку наш вот этот хлебушек. Сколько же он выпекался у меня? У меня ушло 30 минут. Я думала, что за 20 минут будет готово. Но, увы, через 30 минут только он вот такой стал румяный сверху. И я сейчас покажу вам, какой он снизу. Легкий, пушистый. Честно говоря, очень приятно его трогать и печь. И, я не знаю, мне очень понравилось. Хочу, чтобы вы тоже приготовили. Поэтому и поделилась. Вот такой он снизу. Легкий, пушистый, хороший. Повторюсь, из килограмма я сделала 4 штуки. Заранее. Приятного вам аппетита, если вы будете тоже печь. И хочу пожелать вам удачи во всем. Чтобы ваши все молитвы были услышаны Всевышним. Дай Бог вам всем здоровья и счастья.